карачава черкесия на телеканале россия 1 добрый вечер мы работаем в прямом эфире сегодня программе горячая линия мы обсудим о том почему морковка такая дорогая и может ли она снизится в цене начинаем поехали цена на морковку это скорее всего сельское хозяйство и мы никогда не думали готовясь к этой программе что сельское хозяйство будет иметь такое очаровательное лицо потому что столько одни дамы сегодня я представляю наших гостей юлия александровна самсонова заместитель министра сельского хозяйства карачава черкесии рядом с ней сидит председатель правления колхоза лим премли продуктора кубань марина рамазановна барлакова и заместитель министра промышленности торговли карачава черкесии елена анатольевна бескокотова мы работаем в прямом эфире номера телефонов у вас сейчас на экранах должны быть сейчас режиссер их выдаст звоните пожалуйста задавайте вопросы наша редакторская группа готова вас выслушать и мы сегодня обсудим о том каком состоянии наше сельское хозяйство находится почему морковка дорогая не только морковка и ответим на все интересующие вас вопросы в которые находятся компетенции наших гостей сейчас прежде чем вы будете звонить и задавать наши вопросы режиссер выдаст рекламу а мы уже начнем отвечать на первые ваши вопросы реклама лето будет чудесным с московским индустриальным банком рефинансируйте кредит поставки не выше 8,8 процента годовых оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис московский индустриальный банк оптовая база жасмин текстиль предлагает широком ассортименте приданное для невест постельное белье одеяло диван деки скатерти полотенца халаты и многое другое приглашаем розничные магазины для сотрудничества мы работаем напрямую с фабриками турции наличные и безналичные расчеты а также кредит черкеск улица октябрьская 321 b телефон 8 938 030 30 50 инстаграм жасмин элит текстиль 09 девчонки они снова приехали шубы от снежки в карачаевске с 26 по 28 июля дворец спорта олимп улица магомедова 3 в а в черкесске с 29 июля по 1 августа в центре развития предпринимательства рассрочка на три года без первого взноса и меховой жилет в подарок горячая линия телеканале россия 1 и вот сейчас мы расскажем о том сколько морковка стоит в карачао черкесии или анатольевна вы наверное рейды делаете смотрите потому что она в вашем ведомстве находится компетенция по выявлению может быть завышение цены или занижение сколько морковка нынче стоит ну на данный момент вот на вчерашний день на рынке морковка стоит уже 45 рублей если взять по сравнению с концом июня когда мы делали рейд эта морковка стоила 100 рублей то есть меньше чем за месяц ее цена снизилась более чем на 50 процентов аналогичная ситуация со свеклой стоилась она в конце июня 110 рублей сейчас она стоит 50 а может быть людям стоит на рынок пойти по закупке за потому что говорят что в магазинах цены до сих пор высокие вы проверяете магазин обязательно у нас министерством было инициировано создание рабочей группы в состав которой входят сотрудники нашего министерства министерства сельского хозяйства также сотрудники управления федеральной антимонопольной службы были осуществлены выездные проверки как крупных федеральных сетей лента магнит пятерочка так и крупных региональных магазинов это меркурий мир рийца склады заморозки были проведены переговоры с руговодством магазина и высокая цена на тот момент когда мы проверяли была обусловлена крайне высокой закупочной ценой что полностью подтверждалось товарными накладными цена высока но это все законно заку и розничная цена то есть наценка розничная она была не более 20 25 процентов магазинах то есть вот цена цена складывалась из высокой закупочной цены а скажите пожалуйста а наценку на морковку вообще сколько можно делать это же ведь не стратегический товар это не стратегический товар поэтому тут государственного регулирования нет а если бы допустим наценка была бы не 20 25 процентов но 50 100 процентов вы их поругали бы оштрафовали бы но мы это делать не можем это может делать федеральная антимонопольная служба поэтому в нашей составе нашей комиссии они присутствуют скажите пожалуйста а вообще много ли моркови сейчас в магазинах на рынке если дефицит какой-либо но я думаю тут больше нам расскажет минсельхоз по рынкам тоже по магазинам выходите перед вашими глазами было много моркови наличие конечно морковка есть нету недостатка в товаре нет но уважаемая представитель министр сельского хозяйства много ли у нас моркови выращивать почему вдруг стала цена такая высокая это видимо из-за дефицита нет на самом деле цена в этом году наблюдалась в связи с маленькими запасами прошлых лет да не только в нашем субъекте но и в целом по российской федерации и соответственно мы попали в такой период когда старых запасов уже нет а нового урожая еще нет поэтому вот был пик когда она достигала как сказала елена анатольевна высокой цены в связи с закупочной ценой высокой ну и соответственно это сети показали резкий рост потому что сети закупаются федеральные тоже лента тот же магнит они осуществляют закупки электронные вот аукционы да естественно пока они объявят пока найдут покупателя пока эта поставка и закупка осуществится до время проходит и соответственно на прилавках лежит та морковь которая грубо говоря там полтора-два месяца тому назад была закуплена по такой-то цене да ну вот и конечно же они ее не снизят на рынке немножко другая ситуация и соответственно цена уже на нее а царака может подешеветь этой осенью вот вы можете как-то прогнозировать уж не только высокопоставлен чиновник но еще хозяйка вот почему можем покупать морковку этой осенью на самом деле министерство сельского хозяйства тоже конечно не сидит без дела у нас есть и мониторинг в состав который да как бы мы входим рабочей группы по мониторингу цен у нас есть и производители меры господдержки которыми мы можем мотивировать производителей в итоге будьте вот чуть-чуть вангой сколько морковка может осенью стоить ну я надеюсь что она упадет до 35 до объемов урожая который будет не только в году я думаю что наши морковки нам не хватит однозначно она будет все равно завозная почему потому что дожди были потому что наверное объемы я не знаю насколько у нас на самом деле мы максимально стараемся сейчас привлечь морковь и капуста у нас ну как бы состав борщового набора концентрируется в личных подсобных хозяйствах подворьях да и мы пытаемся мотивировать личные подсобные хозяйства чтобы они втекали в потребительские кооперативы чтобы в районе да допустим в тиберду едем видим везде там справа слева смотрим видим капусту ну глаз радуется да об этом сейчас мы поговорим у нас будет сюжет но я хочу спросить у председателя колхоза кубань скажите пожалуйста если морковка такая выгодная и она дороже чем банана стоит может быть у вас на полях пора выращивать ее и покрыть дефицит и тогда вы исполните просьбу государства и будете цены снижать мы это как подойдет с этим вопросом к нам министерство сельского хозяйства а вот что надо сделать чтобы вы начали морковку заинтересовать нас а вот как вот вот вы председатель целого колхоза что нужно сделать государству чтобы вы начали выращивать не пшеницу а морковку для этого необходим специалист который будет разбираться именно в воспроизводстве овощей далее техника должна быть соответствующей и подготовить персонал для того чтобы выращивать именно эту культуру то есть получается сейчас у нас нет специалиста морковочника не знаю насколько это трудно невозможно сказать я не умею делать пока ты не начнешь это делать а в селе дружба вот где вы живете работаете в частном а подворье люди выращивают морковку или же частных да конечно выращивают каждую варим подсобном хозяйстве выращивает морковку ну вот морковку хорошо выращивают и в учкулане и учкуланская морковка была очень знаменита в карачаево-черкесии о том как сейчас обстоят дела и почему учкуланская моркови стало мало а бренд сохранился давайте посмотрим сюжет нашей коллеги ольги савенко потом еще прокомментируем что творится в частных подворьях в ауле учкулан местным жителям всегда приходилось многое тяжело работать выжить в горах не просто несмотря на 21 век большинство населения живет натуральным хозяйством держит овец коров разводит пчел выращивает различные овощи здесь хорошо понимают как потопаешь так и полупаешь вот и маленькие внуки четы слопогаровых прежде чем пойти позагорать на речку помогают бабушки в огороде все разъехались и они работают им некогда помогать из этого аула на рынке республики поступала знаменитая учкуланская морковка сочная сладкая которую хозяйки покупали в первую очередь сегодня на рынках ее практически нет проблем реализации молочной продукции в далеком учкулане нет в соседнем конжурте открыт припункт приема молока каждый день в учкулан приезжает специальная машина которая забирает из слишком молочной продукции у населения рады все а вот сбывать знаменитую учкуланскую морковку и капусту им негде именно поэтому с недавних пор жители этого высокогорного аула перестали выращивать морковь и стали отдавать предпочтение другой сельхозкультуре капусте а морковка вы что не занимаетесь занимаемся но уже в последнее время мало сажаем для себя можно сказать почему сейчас перестали сажать но реализовать трудно никто не приезжает никто не покупает они все же могут это реализовать это главная причина отсутствия знаменитой морковки на рынках черкеска а ведь много лет для аульчан она была основным источником дохода в прошлом году оптовая цена на нее составила от 16 до 20 рублей за килограмм и тем не менее сегодня выращивание моркови деньги на ветер у нас есть своя газель мы сами вывозили продавали у нас не пропало а у людей вот одна знакомая говорила что она вложила 65 тысяч и на рубль не продала у людей почти половина пропала сегодня вместе с другими аульчанами супруги стал пагарова выращивают капусту свою продукцию реализуют соседних регионах у нас негде продавать у нас три-четыре машины стоят на рынке оптового рынка нет у нас а мы в краснодарский край едем там рынки большие оптовые рынки на машине машину поставил с машины продаем и езжаем а здесь нету такого до цены в соседних регионах на овощи более высокие говорит салпогаров но этот факт вовсе не гарантирует им защиту от убытков прошлом году мы продавали по 10 рублей в краснодаре мы продавали по 20 рублей с места с огорода здесь продавали по 5 рублей и то половину выкинули почему некуда сдавать не успели продать и вот выкинули половину тоже тонн 30 наверное выкинули как говорят учкуланцы несколько лет назад вопрос реализации их продукции поднимался на уровне района и правительства карачаева черкесии им пообещали помощь создать такие же пункты по приему овощей как и прием молока но вопрос до сих пор открыт интересно почему ну вот вопрос с министерства сельского хозяйства почему да на самом деле был поднят этот вопрос было рекомендовано жителям и непосредственно сельскому поселению и вообще это очень интересно и сейчас это интересно даже в целом по российской федерации когда малые формы хозяйствования кооперируют сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы вот как раз таки это боль про которую сейчас говорили жители производители капусты и моркови в том-то и беда что они производят продукцию экологически чистую очень хорошую но когда доходит время до сбыта производства много и негде ее хранить и соответственно себестоимость да она падает до себестоимости и кто-то успел кто-то смог выехать краснодара кто-то остался так она и пропала вот тут и возникает вопрос что если бы личные подсобные хозяйства были скооперированы мы могли бы оказать государственную поддержку в части допустим строительства плода овощехранилища фасовки переработки да ну соответственно они могли бы ее с холодильниках складировать до овощехранилища чтобы в сезон можно было ее реализовать соответственно и цена на нее будет выше потом вообще на вот это предложение скооперироваться со стороны государства когда государство говорит относятся простые крестьяне потому что вы понимаете с точки зрения крестьян скажу есть кооперироваться это надо налоги платить это надо то есть третий четвертый иногда даже на орг вопросы тратится очень много денег может быть они не пойдут на это на самом деле у нас это очень удачно получилось с яблоками все мы знаем про поручения главы республики о ведомственной до целевой программе по закладке многолетних насаждений мини садов так называемых да для самозанятости населения та же самая ситуация сложилась это мера государственной поддержки но люди скооперировались в кооператив они создали кооператив кооператив получил грант непосредственно заключил контракты с подрядчиком поставщиком который оказал им поставку саженцев оказал им закладку оказывает им консультационные услуги помогает прокладывать капельку трубочку чтобы в дальнейшем вот этот кооператив мог купить трактор для обработки да допустим или переработку яблок тот же холодильник и это у нас практически по всем районам прошло то есть кооператив это современная форма колхоза до личные подсобные хозяйства зашли членами кооператива ну давайте про колхозы все-таки спросим марина рамазановна как живет нынче кубань вот скажите пожалуйста что вы выращиваете что нового появилась развивается ли у вас сельское хозяйство современными темпами или вы как старинными комбайнами по прежнему по старинке все убираете может быть у вас беспилотники ходят по полям а мы об этом не знаем очень бы хотелось чтобы у нас по полям летали беспилотники но к сожалению на сегодняшний день мы твердо стоим на ногах и должна заметить и два года подряд благодаря и министерству сельского хозяйства и банку росстельхоз так как дважды они нам предоставили льготное кредитование по очень выгодной ставке на что необходимо были эти деньги вот скажите пожалуйста весенние полевые работы в том числе на закупку семенного материала горячо-смазочных материалов мы с вами знаем что на сегодняшний день диспаритет цен цена на лит за литр горячо-смазочных материалов она составляет вот на сегодня 10 топлива мы закупаем по 46 рублей вот цена на нашу продукцию к сожалению 10 рублей вот основной вид деятельности нашего хозяйства это выращивание зерновых мы также можем заниматься реализацией своей продукции также выращивать и заниматься выращиванием крупно рогатого скота но вот в связи с диспаритетом цен нам не удается расшириться и как вы сказали закупить беспилотники и так далее наше хозяйство но социально ориентированное да было много знаете таких вот подсказок нашу сторону сократите свой штат зачем вам столько людей вы могли как-то развернуться расшириться но у нас основное направление это занятие делом односельчан то есть мы вы стоим перед таким выбором или же нам закупить беспилотники или же сохраните места за людьми которые живут в нашем селе мы выбрали люди получают деньгах вот скажите пожалуйста это сезонная выплата в допустим осенью когда собирается урожай или там идет какая-то абонентская плата вот простой рядовой колхозник вот давайте так у нас сезонные работы наши водители трактористы они уходят значит на каникулы с ноября по март месяц эти три месяца мы оплачивали им материальную помощь вот в прошлом году центр занятости нам предложил очень хорошую программу на этот период забирают они у нас сезонников наших и выплачивают им пособия в размере минимальной оплаты труда а наши работники по получают заработную плату в зависимости от сложности работ так как у нас много мы занимаемся вращаем разных культур и на каждой культуре как бы сложность работ разная марина просите что вас перебива вот платят минималку в зимние каникулы вашим допустим трактористом ведь не проживешь на эти деньги какие-то дополнительную помощь они получают конечно от нашего хозяйства мы им выплачиваем мы помогаем им и значит содержать животные на своем подворье мы материальную помощь оказываем но всячески как как возможно так и помогаем на этом сколько забирают и летом могут ли они так хорошо заработать допустим как филипп киркоров на новогодних банк если говорить о наших химиках то это до 55 тысяч рублей в месяц каждый если так говорить о это официальная зарплата официально у нас у нас вся зарплата официальная в конверте кого этим нет конвертиках у нас нет если бы было в конвертиках мы закупили беспилотники но мы платим официально вот выплачиваем налоги и я думаю когда зарплата она официально то человек может обратиться в банк за каким-то кредитом вот вот они у нас защищены со всех сторон социальной стороны и вот мы стараемся выйдут на пенсию это не будет маленько мини мало конечно ну стараемся не обделять наших работников по по работе и награда скажем так а скажите пожалуйста сколько человек то у вас в такой счастье испытывают 70 человек нашем штате и вот 70 человек работает кроме как выращивание зерна что вы еще делаете мы выращиваем и подсолнечник и сахарную свеклу и в этом году пробуем выращивать свою это экспериментально у нас момент такой не знаем насколько у нас на наших полях она как себя проявит также занимаемся вращаем крупно рогатого скота и вот два года подряд закупили баранину выращиваем овец карачаевской породы вот вопросы начинают поступать и первый комментарий айшат из кумыша горит вообще не понимаю проблему с ценами на морковь я сам ее выращиваю даже не знаю сколько она стоит карача в черкесии две трети населения живет по крайней мере имеют 6 соток земли и почему все плачут что морковка дорогая не могу понять потому что те две трети которые могли бы выращивать они могли бы обеспечить и своих родственников оксана хутова из черкесской говорит не могу понять тоже почему люди удивляются высокой цене морковь когда они молодую картошку покупают по 200 рублей а осенью она стоит 35 никто не возмущается а морковь почему-то вызывает у всех удивление и вот роман замбайчоров тоже и станции зеленчуковская говорит а почему в черкесске когда по улице первомайской люди тратят 200 рублей за какую-то бодягу в виде кофе и ходят пьют эту бодягу а за морковку заплатить даже 100 рублей он считает что это справедливая цена потому что крестьяне карать на карачках это все выращивают вот такие вот комментарии и вот татьяна ванна тоже вот и зеленчука спрашивает сельское хозяйство это не только молоко картофель куры и корова я хотел бы выращивать клубнику работать умею у меня есть помощники чем не может помочь министерство сельского хозяйства вот юля скажите пожалуйста насколько выгодно выращивать клубнику может быть людям кажется когда клубника стоит 250 там 400 рублей килограмм как только она появляется это очень бешеная цена и можно на этом нагреть хорошие деньги на самом деле у нас есть очень интересная программа на сегодняшний день которая называется может уже наши зрители ее слышали она уже у нас работает не первый год называется агро стартап почему они ее так назвали потому что это нечто интересное новое быстро и в развитии как раз таки если говорить о клубнике про которые сейчас татьяна иванова да если не ошибаюсь сказала да то это на самом деле очень интересное было бы предложение с стороны и что самое важное в этой программе она не обязательно должна прийти и участвовать в отборе открывая индивидуальный формирует индивидуального предпринимателя выращивать думаю что выгодно вот море скажи пожалуйста вы выращивали бы клубнику с удовольствием а почему нет тоже опять нет специалистов нет вот у нас к сожалению в нашем таком большом и серьезном хозяйстве нет собственной земли мы землю арендуем у пайщиков и вся эта земля она находится высоко 800 метров над уровнем моря и вот из года в год мы наблюдаем такую тенденцию что вот как вам сказать грядет похолодание если в прошлом году мы 25 апреля закончили уже сев пропашных культур то в этом году мы ее закончили 25 мая и вы сами понимаете что это скажется и на урожайности и у нас глобально похолодание грядет глобально похолодание несмотря на то что на улице плюс 36 если в общем смотреть это глобальное похолодание да и клубнику клубнику мне негде выращивать а если бы земли не на такой высоте были бы поменьше вы выращивали конечно это во-первых и заняты были вы наши относились дополнительные рабочие места но я так понимаю что клубнику заниматься выращиваем клубники то орошение должно быть обязательно на наших полях к сожалению провести орошение невозможно я уже не раз обращалась к министерству сельского хозяйства с этим вопросом ну вот у нас с этим сложности и вот поэтому вы татьяне его иванова зеленчуков посоветовали сначала решить вопрос воду если вода есть туда к может быть естественно вот за раму кнапшев из аула кубина нам позвонил задает вопрос во всех аулах есть барашки мы их стрижем шерсти много а сдавать некуда а если даже и принимать то по очень очень вот вы же выращивает нам некуда сдавать давайте не будем заставлять юля оправдываться а вот вы скажите что вообще делать а мы не знаем что делать у нас тоже нигде ее не принимают мы ее складируем и не знаем куда обратиться может быть самим перерабатывать носочки вязать там мы бы с удовольствием если опять таки министерство сельского хозяйства нам предоставила какие-то там меры в государственной поддержки на строительство допустим перерабатывающая цеха какого-то да и дальше по ступеням чтобы это все выливалось носочки мы бы с удовольствием а вот можно вопрос задать я ни в коем случае не государственной защища не юля в воду революции никаких колхозов не было и шерсть никто не выкидывал почему лица у нас был цех перерабатывающий это в советское время до советского времени нет куда-то шерсть же девали ешь обрабатывали почему люди сейчас разленились среднее нахождение жителей карачаева черкесии в социальных сетях более 10 часов за 10 часов можно было бы любую шерсть помыть обработать и продать к сожалению легче купить чем весь этот процесс люди разленились да вот ну можно я тоже добавлю на самом деле у нас тоже есть государственная поддержка где мы компенсируем часть затрат и на сданную шерсть на переработку но карачаевские барашечки обладают грубоше ну они грубо шерстно да поэтому они не попадают переработчики они принимают полутонкорунную тонкорунную шерсть это вот как раз таки мы начинаем сейчас развитие советской мясошерстной породы беленьких барашек которые непосредственно обладают тонкорунной шерстью но вот вы выращиваете барашек карачаевской породы часть которой никому не нужна зато у них экологически чистая наименьшее количество можно делать только бурки одеяла и подушки она очень полезная шерсти карачаевской барашки скажем так но проблема со сдачи она существует квеста в котором мы были летом с министерством сельского хозяйства нам объяснили что они принимают только вот тонкорунную шерсть но для того чтобы туда сдавать такую шерсть надо приобрести барашек которые имеют тонкорунную а вы шерсть складируете ли вы складируем и не знаем куда ее сдавать а может быть бесплатно дать тем кто да бесплатно не делает берет вот пока вот я не нашла я в интернете за вывесили объявление отдаю бесплатно шерсть пока никто не обращался какой кошмар вот зухра спрашивает из города карачаевска она говорит вот много всяких программ существует о том что сельскохозяйство там помогает и все делать что может сельскохозяйство предложить там может быть сады делать какие-нибудь там молодой фермер или еще что-то она горит я живу в квартире имею городскую прописку имели я шанс вообще хоть как-то вклиниться в сельхоз программу может стоит ли мне взять допустим в ауле 30 соток и на что-то претендовать вот скажите пожалуйста не для больших кооперативов для вот таких вот малых людей которых малые возможности что-либо есть от государства ну если она готова взять в аренду и переехать жить в село конечно есть возможности ну например ну одна из возможностей на сегодняшний день это льготная сельская ипотека есть условия некий под 2 и 7 3 процента взять в банке ипотеку на приобретение или строительство по моему потому что сбербанк уже закрыл эту программу нет почему она не закрывается просто периодически когда на федеральном уровне заканчиваются финансовые средства на бюджетное сигнование для компенсации вот этой разницы между кредитом банковским и собственно субсидируют до часть кредита когда денежки есть они вот в очередном по очередности отпускают когда заканчиваются они приостанавливают но чтобы получить сельскую ипотеку то что надо какие-то официально доходы иметь или факт если она описка в силе достаточно нет ну конечно есть условия и как она будет даже эти три процента платить если она не работает ну тогда пусть начнется агро стартапа придет и рождество вот агро стартап к вам приходят люди бывают ли с какой-то такой необычной идеи к вам пришли и вызвали такое может быть удивление умиление может быть восхищение конечно мы как раз этого и ждем он и подразумевает развитие чего-то интересного не только коровки люди ну это и крысы овцеводство этой пчелы это и растеневодство ну это вот может быть клубника в том числе за несколько лет вот прошедшие программы это с садовым есть индивидуальный предприниматель как раз таки она тоже начинала с агро стартапа по выращиванию мини зелени которая сейчас очень модно в ресторанах тогда вот цветочки вот эти красивые да это тоже агро стартап да она получила она получила она поучаствовала она развивается занимается скажите пожалуйста вот это очень интересная тема мини зелень выращивать сколько человек может получить в частности она сколько могла получить и на что эти деньги могли пойти ну эти деньги идут на допустим строительство теплицы в теплице естественно для зелени необходима капелька до водичка оросительные какие-то мероприятия смотря на что она заходит это и приобретение животных а может быть у нее есть уже какая-то там конструкция животноводческий комплекс или тоже теплица которую необходимо реконструировать как-то ее подремонтировать приобрести трактор технику масса вариантов а когда вы выделяете деньги ну гос государства кроме идеи выращивать то что где выращивают эта мини зелень она реально уникально эксклюзивная я например общался с топ-менеджерами одного из банков они говорят мы тоже готова льготные кредиты давать субсидии для развития сельского хозяйства но сейчас например если вы захотите открыть теплицу по выращиванию помидоров вам кредит не дадут потому что перенасыщенный рынок а вот на зелень пожалуйста потому что там дефицит есть на что вы обращаете внимание можно человек получить допустим от помощи государства если у него долги по налогам долги по кредитам у каких-то черных списках находится он имеет шанс получить конечно же мы на это все смотрим вот в текущем году допустим когда нормативно правовые документы мы принимали федерации было рекомендовано отслеживать задолженность у физических лиц не более 10 тысяч рублей то есть если у меня свыше 10 тысяч есть налоги как у физического лица то мерами государственной поддержки я уже воспользоваться не могу да вот генри григорьевич из черкеска то сейчас вот он нас смотрит прямой филигат сейчас был магазине смарт называется морковь стоит 77 рублей а ведь не раз нам обещали что будут закупать излишки этой же моркови у населения строить базы и хочет ли сельскохозяйства помочь труженикам в этом вопросе но мы на этот вопрос уже ответили что надо скоперироваться сельским жителям по вопросам яблоко тоже делается но вот если 77 рублей вы считаете дорого то надо сходить куда за 45 рублевым на рынок и это недалеко от этого магазина да и вот если вы на рынке у просто крестьян будете покупать морковь в магазинах тоже будет стоить гораздо дешевле вот далее анжелы задыки хабля мы с мужем хотим создать семейную ферму можем ли мы получить грант что для этого нужно ну давайте вот еще расскажите пожалуйста но опять-таки семейная животноводческая ферма или семейная ферма у нас тоже есть такие меры государственной поддержки но здесь немножечко условия в части они должны не менее двух лет уже работать быть главами крестьянских фермерских хозяйств да то есть с нуля вот вот свою жару взять и нн что кфх открыл и прийти к вам шансов нет надо два года стаж иметь но если семейная ферма да если это агро стартап то он может участвовать как физическое лицо как если в случае отбора он проходит по документам по собеседованию комиссия выносит решение о том что он выиграл он получает бюджетные денежки сколько получают стесняюсь просить ему размеров как на миллион два три миллион можно семейные животноводческие фирмы доводили государственную поддержку до 4 миллионов рублей на скажите пожалуйста прихожу я вам на стартап говорю вот хочу квадратную редиску выращивать ну грубо говоря что такое необычное вы когда со мной собеседование проводите на что вы еще обращаете внимание может быть и вообще не умеет сельским хозяйством заниматься и опыта то не имею если физическое лицо тоже может принимать участие какие вопросы задают на самом деле прежде чем дойти до собеседования вы должны сдать пакет документов и в агро стартапах действует бальная система соответственно будут выходить на собеседование те граждане которые на и выше и бал набирают ну логично же да если человек пришел и у него договор на аренду земли там который не прошел регистрацию да через рек палату непонятно что-то в нем и к у кого и как он арендует землю и стоит претендент который непосредственно говорит у меня собственный там гектар да вот естественно больший высший балл получит тот претендент у которого земля в собственности это не говорит о том что второй не получит вообще балла да но он будет менее 3 балла за собственность там два балла за аренду до трех лет и один балл за аренду свыше трех лет естественно если гражданин готов вложить больше собственных средств до доля собственных средств выше чем требуемый процент то конечно же высший балл получит он естественно если он имеет образование или опыт работы в агропромышленном комплексе он получит наивысший балл ну потому что у него больше шансов и гарантии до стартануть грубо говоря есть еще такой момент когда принимают вот эти граждане как физические лица они члены производственных потребительских кооперативов это тоже наивысший балл потому что сейчас вот политика государства поддержка малых форм хозяйствования всячески в том числе и за счет потребительских сельскохозяйственных кооперативов ну вот у нас есть вопрос о том если кто-то хочет стартап пойти но и не имеет сельскохозяйственного каких-то там навыков существуют ли какие-либо курсы повышения квалификации может быть на базе кеншахарского аграрного колледжа собирают простых людей говорят как выращивать может быть клубнику кукурузу и так далее но эту тему мы обсудим в посте рекламы на канале россия 1 сейчас время реклама лето будет чудесным с московским индустриальным банком рефинансируйте кредит поставки не выше восьми целых и восьми десятых процента годовых оставьте заявку на сайте минбанк точка ру или приходите в офис московский индустриальный банк оптовая база жасмин текстиль предлагает широком ассортименте приданное для невест постельное белье одеяло диван деки скатерти полотенца халаты и многое другое приглашаем розничные магазины для сотрудничества мы работаем напрямую с фабриками турции наличные и безналичные расчеты а также кредит черкеск улица октябрьская триста двадцать один б телефон восемь девятьсот тридцать восемь ноль тридцать тридцать пятьдесят инстаграм жасмин элит текстиль 0 9 девчонки они снова приехали шубы от снежки в карачаевске с 26 по 28 июля дворец спорта олимп улица магомедова 3 в а в черкесске с 29 июля по 1 августа в центре развития предпринимательства рассрочка на три года без первого взноса и меховой жилет подарок это горячая линия мы работаем в прямом эфире а на ваших экранах номера телефонов сейчас появятся звоните задавайте вопросы и вот сейчас вопрос прозвучал из станицы преградной зинаиды емельяненко многие-то городские которые хотели бы участвовать ваших стартапных проектах не имеют навыков развития сельского хозяйства где можно вообще чуть подучиться в ю тубе или все-таки какие-то курсы повышение квалификации есть на самом деле это очень интересный актуальный вопрос на сегодняшний день у нас в субъекте в том числе мы сотрудничаем с институтами да у нас есть аграрный факультет в нашем нашей академии северокавказской также мы сотрудничаем со ставропольским краем и с руководителями хозяйств колхозов крупных о взаимодействии и поставки специалистов вот и очень интересно и институтом поставлять своих студентов для практики да и директорам колхозов наверное когда к ним поставляют агронома да да и естественно они на него наблюдают за ним наблюдают смотрят и через там два-три года когда он заканчивает институт они ждут его уже у себя начинать вот работать это и повышение квалификации есть необходимо обратиться в министерство сельского хозяйства мы постараемся а если направить допустим давайте вот семью возьмем там хасан и мукуят там у них там дочка ли сын поступили наш аграрный факультет если он хочет стать стартапером и к вам обратиться у него баллов выше будет из-за того что он почти специалист в этой области но если у него будет образование или навыки работы в агропромышленном комплексе он живет в себе он учится на аграрном факультете и вот допустим вот она пойдет такая городская вся красивая до шансов у кого будет больше естественно у того у кого есть образование или же аллах баллов вот скажите пожалуйста вот вы говорите что к вам на практику приходит вот у вас чуть более 70 человек работает естественно годы берут свое и пенсия нагрянет молодые есть у вас средний возраст наших работников 55 лет но это 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 много вот вот скоро они пойдут на пенсию не будет гипертония и все последствия да мы если у вас горные девчины и парни которые работают молодые кадры у нас есть последнее время мы активно сотрудничаем и с нашей гимназией и с другими образовательными учреждениями популяризируем сельское хозяйство рассказываем как у нас интересно и как это достойно заниматься сельским хозяйством а монета сознают вот самому молодому специалисту вашем колхозе сколько сейчас лет самому молодому около 30 он зарабатывает 55 тысяч нет конечно специалист у нас зарабатывают где-то около 18 19 тысяч а чем они занимаются за такую зарплату у нас есть юристы у нас есть инженера по технике безопасности это молодые кадры наши вот те которые зарабатывают 55 тысяч и более это люди с опытом которые выполняют сложные работы в нашем хозяйстве естественно имеют опыт работы в нашем хозяйстве но вот вы говорите там юристы там по технике безопасности молодой молодого комбайнера когда вы можете взять на работу что для этого нужно сделать он должен показать что он разбирается в технике и может быть комбайнеры к сожалению пока нет мы тесно сотрудничаем с центром занятости мы им описываем дефицит кадров именно в какой области у нас не хватает и они подыскивают нам тех специалистов которые нам нужны но пока средний возраст 55 лет да вот генрих григорьевич все таки еще раз спрашивает пусть ответит четко будут ли строить базы по хранению овощей яблоки стали везде выращивать республики тоже будут пропадать вот он беспокоится за яблоки ну вот как раз таки и мы дали возможность этим кооперативам принимать участие в последующем в наших отборах как кооперативы материально-техническую базу увеличивая чтобы оказать им поддержку на строительство плодохранилищ и там не только яблоки но и другую будет конечно это может быть и переработка молока и переработка мяса и соответственно овощи хранилища картошку хранить капусту хранить ту же морковку да да анзор айбазов зучки кена позвонил нам и говорит хочу заняться фермерским хозяйством нашел земельный участок надо делать межевание собирать документы для аукциона как можно подать заявку на грант до оформления земли или после ну вот вот в этом то и момент потому что он бедный сейчас вложится в оформление за я земли и так далее а вдруг проиграет в конкурсе и зря потратил деньги но он же не только для конкурса он же уже хочет развивать фермерское хозяйство а если вы не поможете он не сможет ну есть же условия если мы сейчас озвучим что мы раздаем всем и вся конечно же все папе да 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 в том то и дело что наивысший балл получит он тогда когда земля у него будет собственности вот далее на вопросы поступают любовь из хабеза я привозила морковь который выращивать сама на рынок в черкеск больше не буду перекупщики забирают оптом по очень низкой цене а потом накручивать на ценке может вы как как-то вот скажите пожалуйста ну что делать откуда эти перекупщики появляются почему нельзя простой крестьянки любови из хабеза просто встать и продавать свою морковку как раз таки можно министерством были направлены рекомендации во все муниципалитеты о проведении ярмарок выходного дня и они должны проводиться в каждые выходные поэтому любую любому производителю есть возможность но это такие сладкие обещания о ярмарке каждую неделю какой-то план график есть потому что и одна из лидирующих партий в россии сказал что у них целых есть план по проведению бесконечных этих ярмарок когда мы увидим первую ярмарку она должна проходить каждые выходные в каждом муниципальном районе городском округе а дата есть начало этого счастья начало не должны уже проходить то есть они уже идут это например в зеленчукском районе ну по отчетам зеленчукского района они распределили и даже проводят эти ярмарки по сельским поселениям не только в райцентре то есть сам бы станица зеленчукской но и по сельским поселениям тоже проводят ну вот скажите пожалуйста вот так ли будет ли от этих ярмарок вот я выращиваю морковку в хабезе и у меня ярмарка проходит каждую неделю в хабезе я приношу свою морковку но туда кужу морковку приносите другие я ведь хочу же продавать ее в черкесске могу ли я это забудут и ярмарки в черкеске потому что смысл продавать морковку на ярмарке в аулах смысл продавать тапочки велюровые халаты полотенце деванты ки все остальное я правильно говорю вот однозначно будет ярмарка обязательно будет как обычно сентябре месяц ну раз в портал осенью и весной а вот почаще в черкесске будет вообще что обсуждают у нас сейчас наверное пандемия надо еще и об этом не забывать прививки сделать прежде всего а потом уже думать о морковке так арсул аркенов из аула красный октябрь спрашивает разговаривал с людьми которые готовы взять стать фермерами или инвестировать сельскохозяйственности жалуются на то как тяжело получить землю сколько документов нужно оформить нельзя ли упростить эту процедуру просто так раздавать деньги на этот вопрос наверно не к нам а если я не ошибаюсь то это к депутатам государственной думы скоро будут выборы обращайтесь да уважаемый раз мы конечно понимаем ваш вопрос серьезно но это некомпетенция наших гостей законы пишут депутаты вот к ним и обращайтесь перед выборами так рассулы с доусу за вниз козы овцы строя фирма были получить компенсацию капитальных затрат на строительство и на каких условиях если такая программа юлия есть такая программа вообще на федеральном уровне объявляется министерством сельского хозяйства российской федерации отбор по всей стране совместно с министерством сельского хозяйства готовится пакет документов по фактически понесенным затратам направляется на отбор в москву проводится отбор и в зависимости от видов и животных условий да там и смотря чего компенсируется до по-моему 30 процентов фактически понесу то есть получается на все строительные материалы нужно собрать документы естественно это официальные чеки естественно платежные поручения да 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 конечно но это не только чеки это и проект на смертная документация это государственная экспертиза если она не требуется на самоустроение то она требуется обязательно на смертную стоимость этой акты ввода в эксплуатацию там большой перечень документов за ира халкечева нам обратилась из аула каменомост и готов час наступать пора варить варенье и вот она говорит почему сахар такой дорогой скажите пожалуйста вы мониторите сахар или вы мониторили только морковку только потому что путину задали вопрос про банан и морковку нет конечно мы мониторим не только морковку а все продукты первой необходимости да к сожалению на сахар у нас цена возросла но на данный момент по мониторингу цена на сахар если я вот сейчас не ошибаюсь даже за последнюю неделю она у нас снизилась на по моему 7 процентов то есть тенденция к снижению сахара все-таки идет несправедливо можно я перебью я хотел вам тоже вопрос на вопрос производство сахарной воспроизводство сахарной свеклы очень трудоемкий процесс и дорогостоящий для того чтобы вырастить сахарную свеклу себестоимость нашей сахарной свеклы иногда больше чем цена на сахар позапрошлом году наше предприятие понесло убытки 18 миллионов так как резко упала цена на сахар из чего складывается себестоимость горюче смазочный материал семенной материал другие затраты которые связаны и зарплатой и так далее поэтому без государстве государственного регулирования цен как и потребителям так и для производителей цены они так и будут держаться не может производитель дешево продавать свою продукцию если он затрачивает на нее колоссальные деньги поэтому если в этом году вы сахарную свеклу не выращивает выращиваем мы сохранили те же объемы мы не можем ее наращивать поскольку она очень затратная вот и вот два года подряд министерство сельского хозяйства за что им тоже большое спасибо пытаются нам возмещать часть затрат субсидирует эту культуру она до этого не субсидировалась разве что только в советское время ну должны сказать что это капля в море в этом году вы ожидаете убыток от выращивания сахарной свеклы конечно у нас был за вы посадили ее мы поздно мы поддерживаем во первых завод эркин шахарский который на территории нашей республики и в котором работает около 400 жмали вы меня простите вы вот говорите что я себе в убыток выращивать сахар что держать эркин шахарский сахарный завод это как женщина альфонсо содержит вы понимаете это же не всегда в убыток год на год не приходится вот позапрошлом году был такой убыток но в прошлом году цены на сахар резко выросли но мы буквально как бы выровняли ситуацию но при этом году опять в этом году у нас связи с неблагоприятными климатическими условиями и связи с тем что поздний был сев естественно урожайность она будет гораздо меньше но мы ожидаем что цена на нашу продукцию будет выше но мы ожидаете подъема цен на сахар естественно естественно а сколько сахар должен стоить давайте в мешках они в килограмм тоже люди привыкли мешках брать сколько мешок сахара должен стоить чтобы колхозе кубань люди были счастливы не только в колхозе кубань около трех тысяч рублей сколько сегодня стоит где-то 2 500 2 до 25 процентов должно быть дороже и чтобы он не был таким дорогим государство должно вот как-то такой закон принять и возмещать часть затрат производителям чтобы они не ну как на рынке сахар не был таким дорогим чтобы мы чувствовали эту поддержку и мы могли дальше заниматься этой культурой то есть наши затраты они должны будут возмещены а мы возмещаем их за счет покупателей на сегодняшний день да вот да да потому что государство объявляла несколько месяцев назад о том что она будет субсидировать продавцов сахара для того чтобы снизить цену что было сделано у нас в республике что сахар вот чуть-чуть дешевеет вот но не выгодно колхозникам но на самом деле да есть такая у нас проблема несколько лет тому назад из федеральных мер государственной поддержки убрали сахарную свеклу потому что она считается высокорентабельной культурой естественно вот как сказала марина рамазановна выстрелить до года вот не приходится год высокая урожайность до соответственно цена на сахар складывается высокой здесь прибыль ну нежели там не смыло или засуха и все остальное не повлияло вот поэтому поэтому когда не стало господдержки федеральной то по поручению главы региона мы разработали свою ведомственную программу и оказываем государственную поддержку производителям свекла сахарной свеклы за счет региональных бюджетных средств чтобы как-то их поддержать помочь вот выбраться в сложившихся условиях но ваша помощь же не будет достаточно если допустим мешок сахара будет стоять меньше трех тысяч рублей но кстати в текущем году в момент пандемии когда вот повзлетали цены да на сахар на гречку и на все остальное государство разработала меры государственной поддержки по стабилизации цен и как раз таки сахар попал в это в эту стабилизацию на субсидировали производителей которые реализуют да или и организации производителей которые реализуют в том числе в розницу сахар на килограмм сахара 5 рублей давали субсидии это подождите это вот я продаю сахар в ларьке нет производителя но которые реализуют в том числе в розницу и фиксировали цену 36 рублей выше чтобы не повышалась дано в розничных точках за счет господдержки ну вот пора про сахар приходит очень хорошего вопроса вот и наверху бил говорит я вообще не понимаю зачем субсидировать надо сахар потому что тоже деньги налогоплательщиков лучше бы другими полезными делами занимались сахар должен стоить столько сколько рынок позволяет потому что это не товар первой необходимости он может стоить и 5 тысяч рублей мешок так далее потому что год лично я сахар не употребляю и мне все равно сколько он стоит потому что год меньше сахара ешьте будьте стройнее что скажет председатель колхоза ну сахар в аплодируете ему ну-ка чаю не только же он чай можно без сахара пить я без сахара в промышленных масштабах потребляя поэтому кондитерские я не знаю другие предприятия им крайне необходим этот продукт и по такой цене естественно они не смогут его закупать но вы меня простите вы настолько все стройны что я не думаю что вы уплетаете пирожное и стоимость сахара которого значительно повышает его стоимость вот вы чай с сахаром пьете или нет да обязательно а вы какие у вас вопросы сахаром азнаур из прикубанского района спрашивает какие документы нужны для подачи заявки на субсидирование производства молока и куда их подавать производства да у нас есть субсидии на произведенное или и или переработанное на собственную переработку молоко министерство сельского хозяйства их нужно подавать нужно обратиться в министерство сельского хозяйства и ему помогут объяснять перечень документов которые необходимо подать 22 08 73 22 08 73 это отдел животноводства и племенного дела куда непосредственно эти документы на рассмотрение поступают андрей станицы преград на гортия начинающий пчеловод хотел бы претендовать на грант если у вас пример бизнес-плана по нашей теме кто может помочь какие субсидии кроме гранта я могу получить ну как начинающему пчеловоду я думаю что это грант сколько могут дать ему от и до сколько вообще дают миллион могут дать могут дать если он будет участвовать в агро стартапах ну вот можно мед вместо сахара использовать и сахар может стоить сколько на может стоить теперь скажите пожалуйста по другим продуктам питания достаточно ли у нас производится картофеля вот спрашивает зинаида из кардоник sky чтобы цена была адекватной и чтобы из-за рубежа не привозили ее ну из-за рубежа не привозили это как бы наверно запретили уже нет нашему субъекта в целом наверно к стране и это рынок это торговля да тут больше не к нам вопрос что касается министерства сельского хозяйства то у нас в ближайшие три года в планах увеличения площадей на картофель посевы посевы картофеля и овощи открытого грунта в планах стоит относительно прошлого года мы увеличили наверно порядка 15 процентов и по картофелю и по овощам открытого грунта вот и очень интересный вопрос от зрителей наших подходит про стартапы и всякую помощь от государства а какую ответственность может нести человек если он вах вам предоставил красивую картинку вроде документы все порядке получил деньги но давайте скажем что это не злой ему чтобы у него ничего не получилось но он у вас взял миллионы более денег которых уже нету и пчел нету и картошки нет и молока в том числе бывает да бывает такое бывает и такое на самом деле деньги целевого характера естественно они будут проверены это бюджетные деньги срока исковой давностью бюджетных денег наверное нет риск могут прийти через 20 лет могут прийти через 10 лет но непосредственно получатель который хочет развивать свое фермерское хозяйство и он получает грант он берет на себя обязательства он подписывает с нами соглашение непосредственно по целевому расходованию этих денег он должен будет он клятку дает что будет целевой направлении подписывает сейчас все очень прозрачно у нас в стране есть такая система как электронный бюджет в которой можно даже наблюдать за тем какие деньги сколько денег под да что на что для чего получил непосредственно фермер сельхоз товаропроизводитель вот он будет отчитываться по этому соглашению он берет обязательство пять лет вести деятельность в зависимости от суммы он будет нанимать брать на работу наемных работников вот это очень красиво производства ну вот он взял у вас деньги вроде вложил но через пару месяцев ни денег нету не результата не того каких-то пяти года говорите что с ним будет естественно будет решение суда и возврат бюджетных средств смотря как он их потратил а то и уголовным делом может все закончится конечно же им будет уже заинтересованы при нецелевом расходовании бюджетных денег уже будет интересу правоохранительных органов но скажите пожалуйста если он обязан будет вернуть эти деньги и он подписывает такие соглашения то есть получается он рискует своим имуществом автомобилем и всеми делами конечно ты желаешь стать стартапера можно потерять дом ну если он заранее идет и подает документы дабы обмануть и купить вместо коровы автомобиль то конечно а вот теперь такой вопрос скажите пожалуйста про больную систему может ли человек у у которого нет дома имущества и так далее к вам прийти а земля вроде по договору в аренде находится получить грант он имеет шансы по баллам ему там будут плюсы какие-то или шанс а у всех одинаковый ну нет мы же говорим о том что земля в собственности вложение собственных средств дела до своего можно будет отобрать если вдруг деньги куда-то не туда отправит ну бюджетные деньги конечно же надо расходовать по целевому назначению корова значит корова производства до клубника значит клубника наш можно еще добавлю кстати вот непосредственно гранты и государственная поддержка целевого характера она и контролируется еще федеральным казначейством потому что платежи они осуществляют только через счета которые открываются в федеральном казначействе вот грантополучатель он берет он становится участником бюджетного процесса и расходование денежных средств уже под контролем федерального казначейства а вот наш зритель курман боташев и станции зеленчукской спрашивает скажите пожалуйста тепличное производство в карачаево-черкесии как развивается потому что климат нестабильный вот вы говорите о глобальном похолодание идет видимо ваш комментарий в очень затронул развивается ли у нас тепличное производство да у нас есть ряд теплиц как раз они участники начинающих фермеров были были и такие которые потом после развития начинающего фермерства попадали у нас под меры государственной поддержки по семейным фермам когда уже участие принимали члены семьи на заходили тоже работали и так и как раз таки огурцы помидоры и в ряде районов есть теплицы но если сейчас вот допустим после нашего эфира и об прогнозе о похолодании к вам придут и скажут я хочу теплицу строить если какие-либо ограничения по количеству желающих или может быть эта программа закрывается послезавтра сейчас люди к вам прибегут или это долгосрочные играющие проекта но на ближайшие три года когда принимают закон о бюджете не планируют убирать эту программу ближайшие три года наверное она будет работать то есть сейчас можно к вам прийти конечно подуть получить консультацию получить перечень документов подготовиться насколько он может что для этого необходимо это интересно вопрос из тоже о глобальном климате потому что вы своим прогнозом что и глобально похолодание всех толку сбили но у нас был интересный вопрос до эфира от эльвиры биджи выгод вот в свой вклад в глобальное потепление вносит крупно рогатый скот потому что выделяет газы и вот в карачаево-черкесии коров больше стало или много может быть стоит уменьшить их количество и тогда не будут ледники дамбая таять да потому что газообразование в желудках коров тоже людей волнует кстати по поводу увеличения поголовья хотелось бы отметить и наверное попросить слушателей наших сегодняшних телезрителей может сидят и крестьянско-фермерские хозяйства перед телевизором очень важный момент сейчас наступает когда проводится в регионе сельскохозяйственная перепись на самом деле на сайте статистики наши могут найти перечень хозяйств которым необходимо по переписным листочкам да ну или бюллетня по методике заполнить данные в обязательном порядке их сдать до конца августа это очень важное мероприятие потому что в зависимости от увеличения нашего поголовья крыс мелкого рогатого скота пассивных площадей да вот сейчас офеля про переписанность есть вопрос все-таки давайте эльвире ответим коров у нас много насколько много и желательно чтобы мы очень благополучно прошли перепись потому что наши меры государственной поддержки зависит от роста еще больше до отробно будут выделяться похолодание нам не грозит до похолодание откладывается и в колхозе дружба можно будет выращивать в колхозе кубань можно будет выращивать клубнику да вот еще вопрос магомед из черкесской спрашивает есть знакомы в селе у него есть подсобное хозяйство может его расширить но не может получить кредит сбербанке большие проценты страховка почему банки не идут на помощь фермерам почему у банков тоже есть сегодняшний день льготное кредитование где есть тоже ряд перечень ряд поддержки в разных ситуациях для колхоза для фермера начинающего тоже программы очень интересные но магомеду можем сказать являясь зная хорошую банковскую сферу что кредит какой бы льготную не был ли человек не получит если у него нет официальных доходов и уверенности в банка что он может вернуть деньги просто так же залога не дает да 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 вот магомед османович кубанов из учки кена спрашивает у нас учки кене очень хорошая молодежь они инициативные ищут инвесторов просчитывать виды деятельности ищут информацию в интернете проблема всех одна нет стартового капитала чем министерство может помочь это как там править и шпингалеты да опять-таки агро стартап давайте вот объясним и учки кенцами всем остальным вот инициативная молодежь к вам приходит что им надо на руках иметь или в жизни чтобы на что-то претендовать на самом деле у нас очень много вот приходит молодежи которые консультируются с ними садятся проводят беседу обязательства в принципе как сокол он ничего не получит на самом деле в агро стартапе требования по вложению собственных средств 10 процентов это очень хорошие условия 10 процентов собственных средств то есть если я хочу получить миллион от вас у меня хотя бы 100000 должны должны быть на счете до для вложения непосредственно в этот бизнес а если 100 тысяч нету но тут можно пойти в банк потому что у них тоже есть для начинающих фермеров программа может быть есть условия под которые он сможет попасть вот вопрос еще изучить и на есть скажите пожалуйста если у нас в карачао-черкесии экзотические производства в сельском хозяйстве кроме овец коров может быть каких-то экзотических птиц кто-то выращивать страусов может быть да и мы слышали что есть до страусы но к сожалению в реестре сельхозтоваропроизводителей министерства сельского хозяйства они пока не пришли не числятся хобби это это хобби скажите пожалуйста вот в каком направлении вы посоветовали бы человеку думать о стартапе чтобы у него и шансы были получить и не было бы затоваривания когда допустим все принуться яблоки выращивать или все пойдут клубнику выращивать потом не буду знать куда ее девать но вот мы же я же привела в пример вот зелень вот так много да сейчас еще кто будет пару человек откроет зелень садовский товарищ который получил он скажет зачем вы об этом вообще сказали дали советы людям дали советы на самом деле это очень интересно и зависит от фантазии возможности вы же общаетесь на пустим с другими регионами вот что такое есть в других регионах а у нас еще вот пришла есть в кабардино-балкарской республике стали разводить осетра интересного даже интересно да но мы тоже показывали сюжет о том как тоже наши жители разводят ослов и продают ослиное молоко на кавминводах да кстати если человек захочет производить ослиное молоко можешь стартап пуске капитал получить агро стартап да думаю он может поучаствовать а шансы есть конечно если баллы наберет и производство увеличивать будет молока вот про сельскохозяйственную перепись вот зурида дышекова говорит а насколько она будет объективно потому что у людей вызывает сомнения необходимость этой переписи потому что они считают что государство сейчас по перепишет у кого что есть а потом возьмут и налогами обложит на самом деле есть статьи в налоговом кодексе 212 217 если я не ошибаюсь которые как раз таки про личные подсобные хозяйства про возможности ограничения рассказывают да есть моменты но насколько я знаю есть обученные специалисты у статистики по переписи да и непосредственно для личных подсобных хозяйств для крестьянско-фермерских хозяйств я думаю что вот такие моменты если у них есть какие-то сомнения можно обсудить вот это будет анонимная переписи ли для сельхоз товаропроизводителей ну как бы в регионе в реестре которые находятся у нас и с которыми мы непосредственно взаимодействуем это перечень и они открытые юридические лица вообще как колхозы и как кооперативы вообще отчитываются ежеквартально спросим о марина скажите пожалуйста вот ваши колхозники ваши односельчане насколько могут открыто подавать информацию во время сельхозпереписи не опасаясь что их на самом деле я не могу ответить на этот вопрос каждый индивидуально как бы но у людей есть опасения не вас не спрашивают пока я вот первый раз слышу об этой переписи к своему скажем так стыду но пока таких вопросов не звучало но люди озабочены тем что государство заинтересовано очень как бы и в количестве животных которые содержат каждый из из них вот не знаю это личное опасение каждого как-то говорить вот за каждого я к сожалению сейчас не готова вот говорить о нормах конечно если что-то их смущает нужно звонить и спрашивать мы будем стараться поступает нам вопрос от фатим из черкеска про теплицы спрашивает на давайте мы зададим вопрос и получим ответ после рекламы на канале россия-1 лето будет чудесным с московским индустриальным банком рефинансируйте кредит поставки не выше восьми целых и восьмидесятых процента годовых оставьте заявку на сайте минбанк точка ру или приходите в офис московский индустриальный банк оптовая база жасмин текстиль предлагает широком ассортименте приданное для невест постельное белье одеяло диван деки скатерти полотенца халаты и многое другое приглашаем розничные магазины для сотрудничества мы работаем напрямую с фабриками турции наличные и безналичные расчеты а также кредит черкеск улица октябрьская триста двадцать один б телефон восемь девятьсот тридцать восемь 030 30 50 инстаграм жасмин элит текстиль 09 диваны скандии от энгажемент легкость настроенных ножках приятное ощущение чистоты в вашем доме будет постоянно ведь робот пылесос с легкостью проезжает под диваном и обеспечивает ежедневный уход весь июль получайте максимальную выгоду от покупки трендовых диванов коллекции сканди ангажемент мебель интерьерные решения город черкеск улица октябрьская 392 девчонки они снова приехали шубы от снежки в карачаевске с 26 по 28 июля дворец спорта олимп улица магомедова 3 в а в черкеске с 29 июля по 1 августа в центре развития предпринимательства рассрочка на три года без первого взноса и меховой жилет в подарок это горячая линия телеканале россия 1 мы работаем в прямом эфире звоните задавайте вопросы и вот фатима позвонила из черкеска она спрашивает мне теплица выращивала огурцы хотела расширить ее когда пришла в министерство медали список собрала все документы сказали что можно сдать до 15 или включительно я пришла утром 15 мне сказали что я опоздала где справедливость не может быть если во-первых отборы публикуются на сайте у нас есть страница в инстаграме и у нас не менее 30 дней идет на прием документов поэтому если до 15 июля был прием документов и она пришла 15 июля то быть такого не может чтобы я отказали и не при но давайте сейчас уже не будем ворошить права на неправо ее шанс есть повторно подать документы спасибо в текущем году думаю что нет на следующий год если она не успела и не подала документы пусть она эти документы в следующем но а скажите пожалуйста если даже вот сейчас вот и фатимы другие но не успели подать документы но не у них кое-как собраны они могут дать вам на экспертизу чтобы предварительно сказали дорогая моя вот тут у тебя ошибочки есть чуть-чуть не соответствуешь давай подкорректируй тебя шансы будут вообще вы оказываете такую консультационную услугу да мало того что у нас есть консультационный пункт и специалисты нашего министерства не отказывают в консультации приходящим гражданам до сельхоз товаропроизводители или это физическое лицо то еще хотелось бы отметить что у нас есть в республике центр компетенции которые непосредственно там сидят специалисты которые вот занимаются фермерами они даже если я не ошибаюсь имеют возможность формировать пакет документов для участия в отборе то есть она может либо в министерство сельского хозяйства подойти либо в центр компетенции под этим компетенции то бесплатно делается может быть там помогайки сидят которые консульта консультативная помощь оказывается бесплатно конечно там государственные люди сидят которым надо его центр компетенции субсидируется до государством для того чтобы осуществлять поддержку центр компетенции даже выезжает в районы как-то консолидирует там совещание чтобы а как узнать график этих выездов пусть непосредственно позвонить написать вам инстаграм да вот фатима аркенова из кумыша спрашивает продолжать тему сахара вот она конечно поддерживает что сахар должен стоить дорого потому что видимо ее тоже родственники работают сельском хозяйстве и убытки нести она не хочет вот она спрашивает у председателя колхоза сколько сахара она кладет в стакан и сколько надо вообще класть чтобы сахар не казался золотым сколько ложечек вы кладете и ложки сахара а сколько раз день чай пьете 48 расходы и вот а вот скажите пожалуйста вообще вы собираетесь уменьшать потребление сахара в своей жизни потому что же ведь потреблять сахар это что же не полезно хотелось бы но пока не получается не можете это справиться с этим мадина яхма черкесов из черкеска задает очень тоже интересный вопрос снизится ли когда-нибудь цена на баранину мы ее теперь только на курбан-байра можем купить и и так очень многие жители республики но если уж на курбан-байра можете купить когда она сама высоко дорогая то не совсем все печально скажите пожалуйста вот вы мониторинг делаете баранины нет то есть морковка и сахар пока нет у нас есть конец получается чтобы пробара чтобы вы мониторинг баранин дел надо позвонить путину сказать почему она такая дорогая нет зачем это мы до прямой линии с владимир владимировичем уже в этот мониторинг проводили не то что там позвонили путина и сказали что морковка и какой вывод может первый взгляд почему баранина такая дорогая может это вопросе ну вот на самом деле это наша боль потому что производители баранины у нас на барашку цену не увеличивают такими резкими скачками и она увеличивается ну 10 процентов может быть 12 и тут очень интересно что в нашей рабочей группе есть специалисты из антимонопольного до чтобы непосредственно вот тем которые закупают и реализуют в последующем вот этот вопрос задавать ну а в части баранины хотелось бы тоже напомнить что у нас в регионе реализует очень крупный инвестиционный проект компания дома ты которая планирует переработку баранины но и которая входит в регион с интересными предложениями для крестьянско-фермерских хозяйств это шить будет способствовать росту цен потому что баранина может быть дешевая когда я выращиваю не могу продать а когда я могу продать баранина может быть дешевая если когда я буду дешевые на корма я ждал вы каждый так председатель колхоза который считает что сахар должен стоить минимум 3000 рублей за мешок сколько должен должен стоить баранина чтобы все-таки колхозникам это было выгодно я свои 5 копеек добавлю например когда мы хотим чтобы баранина стоила копейки чтобы мы на шашлыки поехали мы об этом не думаем что за каждой бараниной титанический труд стоит он чтобы крестьянин был счастлив и себе в убыток не работал сколько с должен стоить баранина вот на сегодняшний день насколько мне известно килограмм мяса 450 рублей это мало ли много по состоянии на прошлый год сколько стоили корма и на нынешний год это нормально так как в прошлом году у нас была засуха мы убрали урожай в два раза меньше но для того чтобы вырастить баранину естественно мы не уменьшаем потребление кормов правильно да вот и заготовка кормов и по силосу и по остальным значит моментом она остается высокой это еще плюс ветпрепараты это зарплата скотникам все складывается как бы если общие затраты сложить что это не такая высокая цена рублей сейчас за килограмм баранины это такая цена выживания для вас естественно сколько барана должна стоить чтобы все-таки колхозник извините меня за выражение мог себе хорошую на марку купить работая выращивая овец а не только на своих старых жигулях ездить и думаю как ее залатать ну на самом деле я пока не готова ответить на этот вопрос ну просто хорошо вы знаете а вы и овец выращиваете и овец выращиваем вот сколько должен должен стоить баранина ну чтобы на иномарке разве хотя бы за российская сборка чтобы на марке было наверное где-то около 500 рублей это наверно будет справить это достойно справедливая цена но кстати когда будет реализован проект и с интересными предложениями войдет компания в крестьянско-фермерские хозяйства то мясо баранины будет стоить мы просто увеличим объем мелкого рогатого скота и соответственно это даст возможность немножко от облизи дня ваша соседка скажет ли вам спасибо когда цена на барашку падет на самом деле у нас есть меры господдержки которые компенсируют часть понесенных затрат на содержание мелкого рогатого скота рустам из карачайска спрашивает в черкесске открыли несколько фермерских рынков но фермеров с фермерскими продуктами там к сожалению нет сетевых магазинах фермерской продукции тоже нет и причина тоже некому ее грамотно предложить какой выход но давайте все таки вы ближе всего к земле вот скажите пожалуйста почему нет фермерских они не умеют упаковывать они не имеют документы но я допустим могу сказать чтобы чтобы в сетевые магазины попасть фермер должен иметь хотя бы документы сертификаты и все остальное а когда у тебя просто с грядки без документов ты продаешь никакой магазин и и не купит верно но потихонечку привыкают люди у нас открылся не так давно агропарк про который мы все слышали да там есть возможность реализовать до реализовать свою продукцию опять-таки потихонечку привыкнут люди вот продолжая тему мясо и про курбан-байрам хочу сделать небольшой анонс смотрите сегодня в 21 05 вести карачаева черкесия сланка зива и вы там увидите страшный кадр из малокарачаевского района где мясо после курбан-байрама просто выкидывает потому что вот слишком много и мы получили комментарии почему такое это возможно вот сегодня вечером мы покажем а завтра утром будет комментироваться и и надо около села терезе нашли около 100 огромных кусков мяса видимо кому-то сделали в качестве благотворитель и люди просто выкинули да тут многие жалуются на то что цена на баранину такая высокая вот еще тоже про баранин задают вопроса тоже о ценах почему она такая высокая но скажите пожалуйста все таки высокая или нет вот с вашей точки зрения до для обычного человека жителя карачаева черкесия она высокая а можно тогда так задать вопрос может ли баранина стоит как две чашечки кофе на улице первомайской вот это справедливо или нет нет конечно вот поэтому уважаемые зрители может быть сейчас меня помидорами будут гнилыми закидывать но баранина не должна стоит как две чашечки кофе если на кофе хватает денег вот во мной выйдите на улицу первомайскую вся карачаева черкесии со всех аулов по приедут и вечером с этими кофе не ходят так 200 рублей за чашку 250 рублей иногда платят если там какие-то сиропы блатные и ходят гуляют стаканчик полкилограмма мяса имеют а потом жалуются что мясо такое дорогое фатима джигуты спрашивает для индивидуальных предпринимателей реализующих пищевые продукты в розничной торговле своих магазинчиках предусматрена ли какая-либо поддержка ну давайте вот возьмем вот фатима имеет свой магазинчик и она там продает свою продукцию она может получить помощь от государства в нашей части мы субсидируем производителей производителей непосредственно сельскохозяйственной продукции и производителей переработанной продукции да вот конкретно какую помощь она что она именно хочет какая помощь ну вот пусть тогда обратите министерство сельского хозяйства уже лично потому что наш эфир заканчивается режиссер гальшу нас осталось полторы минуты я благодарю что вы пришли сегодня на эфир что рассказали о том что происходит сельском хозяйстве но и подводя итоги что сельскохозяйство это тоже труд а не просто вкусно и цена должна быть справедливой если вы считаете что сахар дорогой меньше его ешьте вот я вообще сахар не употребляю мне все равно сколько он стоит да и баранина не должна стоить как две чашечки кофе потому что сейчас многие конечно могут сказать что я несправедливо говорю но я на стороне крестьян когда вы думаете о шашлыках или о кофе вы должны подумать с какой титанический труд и бессонные ночи стояли за теми кто производил эту баранину например когда многие говорят как в турции все прекрасно в турции баранину то не все могут себе позволить поесть а у нас по крайней мере и и выкидывают вот сегодня 21 05 смотрите как мало карачевском районе выбрасывать баранину которую дает на благотворительность на этом мы завершаем наш прямой эфир горячей линии до новых волнующих встреч смотрите канал россия 1 сегодня в 21 05 спасибо вам